На комментаторской позиции Артем Пашпорин усиливает наш эфир. Три раунда по три минуты классический тайский бокс разрешается. Практически все. Руки, ноги, колени, локти, скрутки, сбивы, подхваты. Что еще есть в тайском боксе, Артем, подскажи мне. Там есть все. Вот это экспертное мнение. Все, что можно. Все, что красиво, там есть. От Артема Пашпорина. И видим мы, что начинает Александр Абашкин поактивнее. Он полегче, но повыше, в свою очередь. А самое главное, он моложе. Ему 26 лет, в то время как Юрию Кузьмину уже 41 год. Но этот парень... Но тем не менее, он поопытнее. Он не сдается, он намного опытнее, чем, мне кажется, все находящиеся в зале люди. И что самое удивительное... Кто, Юра Кузьмин? Да, Юрий Кузьмин. Почему видно, что он опытный? Юрий Кузьмин настоящий авторитет, который заслужил свое имя в силовом спорте. Ну а летом 22 года решил, что и на ринге есть ему что показать. И вот до сих пор с него не уходит. Хотя были у Юрия и поражения, и тяжелые поражения. Но были и победы. А сейчас, по-моему, попытка вертушки от Юрия Кузьмина. Ты когда-нибудь такую видел, Артем? Такую? И на Эмеральд Файт я многое что видел, но вертушки от Юрия Кузьмина еще впервые вижу. Мы дождались ее к шестому номерному турниру Эмеральд Файт. За что спасибо Юрию Кузьмину. А сейчас он попадает в пах своему сопернику. Причем, как-то это, видимо, в обмене ударов произошло. Но Александр Рабашкин тут же просигнализировал рефери Ивану Трончу. У Трончу, кстати, габариты тоже подстать супертяжелому весу. Но опытный рефери, который, наверное, одним своим видом может заставить любого спортсмена уважать правила. Обратите внимание на подколенное сухожилие Александра Рабашкина. Там уже серьезная отметка от лоу-кика Юрия Кузьмина. Один лоу-кик уже такая метка. Очень опасные удары. Бой может закончиться в любую секунду. Да, вот сейчас и пытается сделать это Абашкин. Колено в прыжке. Юрий Кузьмин так сморгнул от этого удара. Это значит, что пускай и покасательный, но удар все-таки дошел до цели. Кузьмин не стесняется рубиться. Хотя бойцовский опыт у Абашкина, конечно, колоссальный. В рукопашном бое он выиграл практически все, что можно, был. Юрий будет очень сложно переиграть, так как опыт реально большой у соперника. Поэтому Юрию нужно рубиться. Надеяться на точное попадание, сближаться. Соглашусь, хотя нет у меня ощущения, что играть пытается Александр Абашкин. Вот сейчас он, конечно, немножко повелосипедил. Кстати, у Абашкина, по-моему, от напряжения слегка потреснули его бойцовские шорты. Возможно, это, конечно, опять же, следствием лоу-кика Юрия Кузьмина. 106 кг у Кузьмина. Это, конечно, не так много, как полтора года назад, когда он весил 130 килограммов. Но и сейчас это очень солидный мужчина. Вот Абашкин после очень яркого начала слегка подуспокоился, а сейчас выцелил хороший правый прямой. Слушай, лоу-кик это тоже доходит, как бы. Очень хорошо доходит. Замедлили. Да, Юрий, правда, и так не самый быстрый. А я хотел сказать, что вот этот правый прямой, которым сейчас мастерским воспользовался Абашкин, это одно из излюбленных орудий Артема Пашпорина. Как долго Артем вот этот туда тренировал? Сколько лет? Правый прямой? Да. Много лет, пока не сломал правую руку. Там ломал правую руку и очень долго тренировал левый боковой. Вот так вот бойцы и учат что-то новое, только после того, как что-то старое перестает работать. А у нас с вами завершен первый раунд. Очень яркий бой. Тяжи зажигают по полной программе. И так, наверное, по общему количеству ударов выброшенных и дошедших до цели Абашкин имеет преимущество. Но, с твоей точки зрения, достаточно этого для того, чтобы выиграть раунд? Слушай, да, преимущество есть. Там колено в прыжке неплохое, удар руками. Но Юра очень грамотно, очень грамотно начал сушить ногу. То есть лоу-кики доходили и Абашкин замедлился. Реально, к концу немножко замедлился. Я думаю, сейчас во втором раунде он начнет беречь ногу и уже не так активно работать. И Юре нужно продолжить бить по ноге. Показали нам сейчас лучшие моменты в первый раунд. Увидели мы, что Юрий Кузьмин, по-моему, весь арсенал показал. И локтем успел пробить клинч. Это мы как-то упустили в пылу борьбы. И вертушку выбросил, которая попала в область бедра. Колени вьет, наверное, только пока Кузьмин не орудует. А Абашкин показал, что колени у него опасные. А вот у нас на экране, между прочим, супруга Артема Пашпорина, Яна. Которая не пропускает ни одного турнира, даже без участия Артема Пашпорина. На очереди второй раунд. Александр Абашкин в красных перчатках, Юрий Кузьмин в синих. Абашкин представитель Санкт-Петербурга. Выступает, он тренируется в клубе «Десятая планета». И вчера так пошутил по этому поводу. Абашкин сказал, что если вы любите шоу в тяжелом весе, то я вам его дам. Потому что я с десятой планеты. Хороший лоу-кик от Юрия Кузьмина. Юрий продолжает, да, сушить ногу. Я думаю, может это сработать. К своему четвертому профбою Юрий Кузьмин уже освоил лоу-кики. В первых боях он в основном их пропускал. И было видно, что больно Юрию Кузьмину. А сейчас начал их бить. Слушай, ну так достаточно грамотный план на бой. Замедлить соперника более подвижного лоу-киками. И переводить удары на бокс, на руки. Да и потом с таким бедром, как у Юрия Кузьмина, мне кажется, можно соперника и одним лоу-киком отправить отдыхать. Сейчас здорово. Даже если промахнуться. Даже если они попадут. Хороший лоу от Юрия. Бог ты мой, как держится. Заметры. Нога будет болеть у Башкина. Совершенно точно. А может быть и сегодня. А Башкин как-то отдает. Ему нужно немножко, да. Башкин включаться. Подвигаться. Надо подвигаться. Опа. Все, сработало. Слушайте, если Юрий Кузьмин сейчас выиграет досрочно, это официально будет самое крутое событие в истории Emerald Fight. Ну, Артем, ненадолго мы снова тебя пригласили в комментаторы. Но может быть... Заметры зрелищные бои получаются. Может быть, оно и к лучшему. Артем пошпорен на комментаторской позиции. Значит, бой будет досрочно завершен. Все. Ловкики Юрия Кузьмина сегодня разбили оборону Александра Абашкина. Очень грамотно. Очень грамотно все сделал Юра. Молодец. Сумасшествие. Самое настоящее сумасшествие. В 41 год можно научить полным фокусом даже Юрия Кузьмина. Но пока у нас есть небольшая пауза. Спросим у Артема о ближайших планах на жизнь. Мы по-прежнему не можем понять, вернешь ли ты на ринг или не вернешься. Смотри, я все ближе и ближе к рингу. Теперь я уже комментаторские позиции занимаю. Ну, ты в последнее время активно ведешь карьеры в интернете, выкладываешь видео тренировок и даже зачем-то поливаешь тебя чем-то из ведра, то будешь не дедраться. Посмотрим, посмотрим. Следите за моими соцсетями, скоро вы все узнаете. Ну да, если у вас еще хватает терпения и сил смотреть на каждодневные видео Артема, то милости просим. Уважаемые бойцы, хотелось бы сказать, что сегодня уровень энергетики, напряженности, боев, насыщенности, он, наверное, запредельный. Прямо реально. Если он проводится в шестой раз, вот по этим показателям он проводится в первый раз. Вот такого яркого, таких ярких воединков еще не было. Поэтому это очень круто, я думаю, что вы получаете наслаждение, да, посмотря эти бои. Прекрасная речь от главы департамента спорта Нижнего Новгорода Антона Ермакова. Сегодня досрочно закончился поединок. Железный Юра опять показал свое богатырское здоровье. Вот, поэтому еще раз желаю удачи. Александр, да, восстанавливайся. Техника у тебя очень хорошая. Вот, ну, надо этого мало. Да, поэтому Юра, еще раз поздравляю. Вот. Спасибо. Ну да, друзья, в этом поединке в соцглавном событии профессионального турнира Эмералд 2.6. Техническим нокаутом во втором раунде победа держал бойцы Сиума Нижнего Новгорода Юрий Козьмин. Юрий Козьмин срывает овации в зал.